Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю свой марафон знакомства с новыми цивилизациями из аддона Gathering Storm для Seedmers Civilization 6. Сегодня я начинаю показ вам ФФА сериала за Венгрию. Играю, правда, я в случайном лобби против иностранцев, потому что решил, что Венгрию, возможно, мне в нашем обычном с участниками из моей группы не дадут сыграть. Поэтому иностранцы, случайное лобби, сразу вас предупрежу, что прям до определенной победы, до мультика игра не будет доиграна, но победитель будет понятен. Так как это лобби случайное, то никаких запретов нету вообще, и привычного вам общения с микрофонами не будет, зато я буду больше объяснять о том, что происходит на экране. На этом вступительное слово закончено, приятного вам просмотра. Ну что ж, так как мы на архипелагах, то вряд ли мы сможем воспользоваться нашими наземными юнитами, но другие способности в Венгрии очень хороши. Например, производство районов через речку быстрее. И, собственно, вот тут мне надо столицу и ставить, чтобы вот тут через речку ставить районы. Тут, например, коммерческий район, тут гавань, тут кампус. И старт, в принципе, неплохой. Куча еды, производство вот здесь тоже есть. Нормально, остаемся. Здесь гавань рядом с рыбой нормально пойдет. Все очень неплохо. Так, начнем с роста вот в три города, все-таки. Правда, не сильно у нас будет отложено на поселенца, но зато... Быстрее, хотя, смотрите, может лучше в четыре. За четыре. Давайте тут по три производства отложатся, и мы быстрее все-таки поселенца построим, я считаю. Давайте так сделаем. Значит, что нам открывать? С первых, вырубку лесов нам... Нет, давайте сначала животноводство откроем. Потом горное дело, потом гончарочку. Орошение мы ускорим. Наверное, на рисе, потому что тут вырубать нам надо. Будет эту пшеницу. Ну и вот вино нам надо будет обработать. Хотя не так много производства, все-таки. Всего три холма. Это немного. Так, руинки. Но тут мне место не очень нравится. Мне, конечно, для Венгрии нужны места с реками. Несомненно. А не на озерах. Тут, конечно, хорошо ставится город. Типа это еще и озером считается, нет? Не считается. Вот тут почему-то зеленое. Возможно, здесь какая-то река. Сейчас перейдем, посмотрим. Нет, это озеро все-таки. Жаль. Надо вниз ходить. Но, опять же, повторю, это архипелаги. Так что ожидать здесь это еще повезло, что у нас река может... Возможно, Венгрия просто всегда на реке появляется. Чтобы ее способность работала. Ну, а другая офигительная способность, что мы можем брать юниты у городов наших вассалов. Городов-государств. Так, что далее? Ускорение каменной кладки. Ну, в принципе, можно, да. Тем более, мы не скоро еще ее ускорим. Можно брать юниты у городов-государств. Это за деньги. Но потом их апгрейдить в более классные юниты совершенно бесплатно. И так мы на архипелагах. Было бы неплохо найти морские города-государства. И ими... Так, хочу вниз сбегать, посмотреть, что там. И ими кого-нибудь захватывать просто этими юнитами. Брать у них галеры, апать в каравеллы. И вперед! Животноводство открыли. Но тут по производству все правильно. Ага, вон лошади есть. Значит, что мы будем делать тогда? Сначала рабочим рис обработаем. Потом... Ну, пойдем в любом случае сюда, наверное, лошадей обработаем. А потом виноград как раз к этому моменту, я думаю, должно рошение открыться. Ускоренное. Нормально. Сюда вниз иду. В надежде увидеть хоть какую-нибудь речку. Я бы тут город еще поставил. Но, судя по всему, нет. Такой очень странный у меня архипелаг. Не думаю, что тут еще где-то река будет. И тут повезло. Банально повезло. Кампус. Здесь вот на пустыне можно какие-нибудь чудеса построить. Типа пирамиды. Петра тут нафиг нужна. Никаких правил нету. Так что берем любые. Ну, я куда-нибудь вниз все-таки пойду. Сейчас посередаю. Тут просто понятно, не самое прям... Ой. Не то, не то, не то. Хотел я хотел строителя, конечно. Конечно, строителя. Пока на производство пускай все стоит. Ну, берем традиционно пока плюс 5 против варвар, хотя их и нету. И пантеон будем пытаться захватить. Дальше идем пока в мастерство. Да, эти клетки затапливаются. Ну, вдруг. Вдруг тут будет река. Надежда наш компас земной. Ну. Опыт. Опыт. Не такое прикольное, конечно. Так. Ну, вот тут можно... Ладно, давайте вот сюда пойдем. Вот тут предлагают. Тут, конечно, не стоит ставить, потому что не будет выплыва никуда. Хотя тут можно каналы строить. Можно будет тут канал построить. Кстати, вот тоже интересная штука. Может попробовать. А каналы далеко вообще? В техах. Это дамба. То есть, можно строить каналы, чтобы выплыть. Вот канал в правом двигателе. Ну, далековато, честно говоря. О, континент нашел. Так. Так. Давайте мы, наверное, прямо поставим... Ворошение. Не, ну, блин, тут вообще какое-то грустное место. Ладно, пока так похожу. Вообще, наверное, я бы тут и поставил, действительно. Вот река есть, но, как вы понимаете... Опа. Ну, это он приплыл, видимо. Так быстро. Это мне не очень нравится. Вот и варвары. Там кто-то спрашивал, включены ли варвары. Ну, надо будет, наверное, сюда ставить. Третий город. Очень интересная, конечно, территория. Вот вам еще... Ух, наводнение. Погибло одно население. Повышенного урожайностью одних. Хорошо, тут ничего не обработал пока. А, вот где канадец. Интересно. Может, он со мной на одном архипелаге все-таки? Так, руинки. Ну, строителей... Ой, строителей, блин. Поселенцев. Ну, тут грустно ставить. Хотя, вот тут, может, где варвар стоит. Но тут очень же там много гор. Кстати, канадец мог отсюда снизу прийти. А то они обычно... Не, он вряд ли оттуда пришел. Рошение 5 ходов. Ну, я думаю, раз, под. Тут обработаем, сюда вернемся. Улучшило, кстати... Затопление улучшило урожайность вот на этой клетке, которую я планирую вырубать в будущем. Наверное, пока так сделаем. Буквально... Сейчас еще производство тут появится. Нормально. Хотя, если так, я вообще сделаю. Во. Пускай город быстрее вырастет после затопления. Тут вообще интересное место. Может быть, на оленей поставить, на оленях, а тут вот всякие эти районы делать. Ну, не сейчас, конечно. Сейчас, третий город, надо сюда куда-то везти. Раз тут канадец. Канадец откуда-то отсюда пришел. Или он приплыл? Ну, вообще... Нет, он не мог приплыть. То есть, канадец где-то тут. Не мог приплыть, потому что для плавания ему нужно судостроение открыть. Это просто нереально на это время. Так что канадец пришел вот по этому перешейку. Канадец где-то здесь. Поэтому надо сюда везти город, ставить. Вот тут. Ну, давайте в рынке рабочего найдем. Давайте. Все согласны на рабочего? У нас уже один вышел. 21 мирового влияния. Очень нужная штука. Боже, тут аж два. Кстати, тут вполне может быть интересный город. Благодаря этим извержениям могут быть очень неплохие клетки в итоге. Так, ну тут же он не пройдет, да? Так, производство оставляем. 3, 6. Давайте лучше так. Все-таки 5, 5. Так, и у нас 2 хода до орошения. Так, мастерство отменяем. Международную торговлю берем. Ну, тут уже целый выводок варваров. Ну, скаут им точно ничего не успел сообщить. Так что это так. Так, тут же тоже орошение требуется. Отлично. Один ход до орошения. Ох, мне этот скаут тут не нравится рядом с моим поселенцем. Но канадец точно где-то здесь. Не, точно надо тут город вставить. Так. Мастерство открыли. Давайте мы, наверное, поставим на юниты. Нет, веру надо оставить пока. И тут пока отложим поселенца. Пару прачников сделаем. Потому что, ну, во-первых, варвары. Во-вторых, этот скаут. Так, поэтому мне надо тут отойти пока. Чтобы они хотя бы с одной клетки меня атаковали. И откроем море хосту. Нужны кораблики. Остальное мы открыли все, что надо. Блин, надо на... А, я тут на производство и переключил. У меня тут как раз производство и включено. Отлично. Так. Ну, наверное, апельсинки сначала. Да, да, нет, вообще лошадей. Все-таки производство неплохо. Так. Здесь монумент или амбар? Нет, монумент. Тут есть пять жилья. Тут стоим в защите. По одному демоны. Не знаю, что у меня плюс пять сейчас нету против варваров. Но у меня все равно плюс семь против этих наземных юнитов. Так что, по идее, я должен ему больше нанести урона. Ну что, если сейчас скаут канадской Туа побежит, я, пожалуй, ему войну объявлю. Знаете, не должен у меня убивать. Так что, стоим пока. Так, еще один прачник и посело строим. А где у нас, кстати, новый континент внизу, я так понял, да? Евразия, видимо. Не, Евроамерика. А я на Гондване. Угу. Ну, немного мест, где селиться. Явно надо в судостроение пытаться выходить. То есть, две галеры строить. Плюс сто процентов. Я, наверное, сейчас в международной торговле заберу карточку следующим ходом. И начнем строить. Сто процентов на каравеллы поставим. Сюда на всякий случай встану, за одну территорию исследую. Так, плюс два довольства. Нормальненько. Так, что мы будем еще этим... Надо, наверное, идти... Смотрите, когда у нас там губернаторы? По-моему, в Ранней Империи, да? Что вообще у канадца по науке? Не, ну вырубать надо без Магнуса здесь. Когда Магнус будет? 3,3. Ну, культуры у меня побольше. Военной силы у него вообще... Ну, как у меня, в принципе. Так, где-то лагерь варваров появился. А, нет. Просто этот бегает. Ну, вот, богиня урожая он взял, блин. Ну, то есть, на веру, когда вырубаешь эти... Хотя, вот на моей территории, опять же, богиня урожая не сказал бы, что прям так много даст. Так, меняем, значит, здесь на 100% морских юнитов пока. И здесь можно на производство просто поставить. Потому что пантеон я возьму в свою очередь. Когда придет моя очередь. Так, ну что. Пойдемте здесь вырубим. Поставим здесь кампус. Но сначала... Блин, вот проблема... Я бы не хотел корабли строить. Я бы не хотел сейчас корабли строить. Прямо вам скажу. Блин, зря я карточку эту поставил. Блин. Я не хочу корабли строить, потому что я хочу в темный век выйти. А корабль даст мне очки. Ой, блин. Давайте торговца. Три хода. Или монумент лучше. Давайте монумент. Надо быстрее карточку поменять пока. Да и раннюю империю открыть. Будем еще поселенцев строить. Хотя, здесь уже... Ну, вот сюда я приведу, хорошо поставлю город. Надо еще подумать, наверное, на линии надо. А, на линии не влезет. Тогда вот сюда надо ставить. А, на линии не влезет. Слушайте, вот странно. Я уже играл в какую-то ФФА. Я почему-то Канаде, что первый, что второй раз, не мог объявить. Может, это какая-то способность у Канады такая? Что и внезапную войну нельзя объявить. Да? Нельзя объявить внезапную войну Канаде. Прикол. Ну, это круто. Знаете, я сразу тут встану. Потому что он, скорее всего, мне мешать будет город ставить. Так, тут лечимся. Я, наверное, вот сюда прям поставлю. Так, пантеон. Ну что, все разобрали? Да. Ну ладно, искру божью возьму. Хотя могу и... Не, надо, наверное, все-таки искру божью брать. Так, кого встретили? Маури. Вон уже города Канады. Канады, видите? Ну, значит, что можно попробовать на Канаду наземными юнитами напасть. Как вариант. Так, где тут кампус у нас может быть красивый? Вообще, вот тут он может быть. Поэтому надо бы тут... Надо бы тут убрать камень. И пошли дальше. Давайте каменную кладку откроем. Так, пошли исследуем вот этот отросточек и вот этот отросточек. Так, кампус. Так, кампус. Тут кампус, тут будет коммерческий район. Здесь мы строителя делаем. Давайте глянем. Ну, я Пингалу возьму. Не Магнуса. Мне теперь больше с Пингалой нравится играть в начале. В Буду посадим. Глянем, сколько городов. Так, у меня три. У Канады тоже три. И у Маури два. У нас еще финики есть в игре, между прочим. Ага, вот остров какой-то. Опа. Тут кто-то Виннипек поставил. Давай-ка прикупим... Клеточки. Все, его скаут зажат здесь. Здесь меняем пока на производство юнитов все-таки, а не... А, поселенцы еще. Не, подождите. Ну, вообще, да. Надо поселенцы сюда как минимум привезти. Давайте мы в очередь его поставим. Хочу кампус достроить здесь. А здесь в очередь поставим... Хотя, может, здесь как раз поселенцы. Че вы? Поселенец. А здесь юниты сделаем. И дальше пойдем в драму и поэзию. Хотя нет, мне надо трудовую повинность открывать. Сейчас я поменяю. Так, запускаем... Вбуду караванчик. Деньги ускорили. Что у нас по счету? Куда выходит канадец? Ой, он нормальный век уже свалился. Вот он, дурачок. Что откроем? Давайте потихоньку судостроение начнем открывать. И здесь пока поменяем на трудовую повинность. Судостроение, потому что, ну, не нравится мне тут... Ну, я поставлю тут город, но... Мне кажется, все-таки это не самое лучшее место. А так я вижу, что тут какие-то вот... Острова ничего такие. И надо бы, конечно, построить... Галерки. И посмотреть, что там. Так-то я город тут, пожалуй, придется ставить. Еще этот варвар тут бегает. Все еще. Которую я тут бил прачниками. Фиг знает сколько. Какие веселенькие мотивы у Венгрии. Так, кампус два хода. Пока оставляем трудовую повинность. Ну, тут никак не переключить на более производственные. Это, конечно, камень надо убирать и здесь кампус ставить. Тут красивый кампус на плюс три будет. Тут периодически эти... Вулканы будут извергаться. Тут я канал когда-нибудь построю. И у меня будут отсюда выплывать корабли. Так, давайте на один ход переключусь на открытие драмы и поэзии. Достаточно жилья в Буде. Понимаю. Так. Убираем все с еды. Ну, тут, собственно, немного чего можно убрать. Покеда скаут. Стрельбу из лука ускорили. Теперь мне бы еще ускорить обработку бронзы. Но я, по-моему, только одного варвара... Нет, двух. Двух убил. Вот мне еще вот этого бы убить, скаута. И я был бы так счастлив. Интересно, если я какой-то захвачу скаут канадский, надеюсь, если его сюда выкинет, то будет очень здорово. Так, кто там вышел в судостроение? Ну, Маури, по-моему, изначально у них открыто судостроение, если ими не изменяет память, да? Так, пошли с этим скаутом разбираться. Ускорен трудовая повинность. Отлично. Так, что у нас с наукой? 13,2, 9,9,10. Пока явно никто из них пингалу не использовал. Так, тут я пращника достраиваю. Давайте трудовую повинность. После пращника я ставлю 100% и делаем галеры. Видите, я выхожу в темный век. Все зашибись. И надо все-таки этого поселенца туда везти. Тут две галеры в Будде и тоже поселенцы. И надо вот эти острова заселять, судя по всему. Иначе у меня не будет развития. Тут, конечно, можно город поставить, но я его поставлю последним, я думаю. Пока поселенец, кстати, у меня не может грузиться на корабли. Но я думаю, две галеры ускорят. То есть мне, грубо говоря, до открытия судостроения где-то хода 4. Как раз вот поселенец сюда дойдет. Все нормально. Так, этого пращника сюда. Этого сюда. Тут меняем на плюс 100% к морскому судоходству. 150% к поселенцам оставляем. И строим галеры. Так, тут дальше идем в политическую философию. Темный век. Монументальность. Убиваем скаута. Ускорили обработку бронзы. Давайте, давайте. Я вот подумал, стоит ли мне сейчас отвлечься на обработку бронзы, но нет. Надо судостроение. Хотя... Я, наверное, не успею. Две галеры, это 4 хода. Вообще, давайте отвлечемся. Наверное, все-таки я, типа, не успею открыть судостроение к тому моменту, как у меня будет две галеры. Поэтому да. Я еще ни одну ГГшку не нашел, между прочим. Так, ну, приблизительно понятно. Рынки, кстати, вот тут собрал. Я не очень понимаю, как сюда тогда дошел канадец, не собрав... Ну, ладно, потом разберемся. Так, отходим. Сейчас он еще раз проатакует меня. В Дебрецине. Давайте, наверное, продолжим поселенцев тут делать. О, парень. Нет, это Финикия приплыла. Так, ну что, кто у нас там в каком веке? Все в нормальном... Ну, купы, понятном, золотом. У него там уникальные юниты. Но эти в нормальные вышли. Как можно в нормальные на архипелагах выйти, чисто говоря, вообще не представляю. Ну, предположим, ладно, Финикия уникальный юнит свой построил, эту Берему. Но Канада... Зато территорию исследовал, молодец. У меня какие-то маньяки преследуют. Спасите, помогите. Так, что с железом? Есть железо. Ну. Железо, как бы... Баланс старта есть. Железо и лошади имеются. Так, еще одну... Галеру надо. Для ускорения судостроения. Вот какой-то остров еще. Обработку бронзы открыли. Политическую философию судостроения. Так, ну и потом идем... Наверное, давайте откроем стрельбу из лука на всякий пожарный. Мало ли кому придет в голову на меня нападать. Потом деньги, потом верховая езда. Караванчик бегает в Буду. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Пингалу забыли повысить. Шесть науки-то просто так не важно. Сейчас в следующем ходу мы посмотрим... Ну, у меня станет семнадцать практически. В следующем ходу мы посмотрим, кто еще пингалу взял из встреченных нами. Стоунхендж построен. Видите, девятнадцать науки. Смотрим у других ребят. Тринадцать, десять... Нет, никто пингалу не берет. Ну, какой-то дебильный, видимо, считает губернатор. А, блядь, тут... Извините. Извините. Тут финикия. Это удар, конечно. Блин. Так, судостроение сейчас откроется. Не будем продолжать тогда. Так, наш уникальный юнит, черная армия, он легкая кавалерия. Потом он апается в гусар, которая тоже легкая кавалерия. Легкая кавалерия у нас всадники, да? Потому что всадников надо будет понаделать. А апаются они чем? Лошадьми? Да, лошадьми. Это здорово. И здесь, по-моему, лошади, да? Нет, тут селитра нужна будет. Да, шо ж делать-то? Я думаю, поселюсь, а там финикия, блин. Это плохо. Ну, надо вот этот тогда островок сейчас исследовать. Получается. Ну, этот сейчас попадает только сюда исследовать. Так, открыли судостроение. Ну, надо вот тут селиться, похоже. Так, судостроение мы открыли. Стрельбу из лука открыли. Политическая философия. Ну, из встреченных по культуре я лучше всех иду. Пока. Все всякие случаи защищать. Мало ли, что там на уме у канадца. Не хочу проверять. Так, галеры мы построили. Знаете что, давайте еще одну. Я знаю, что надо всего две для ускорения, но... В нашем случае, чем больше, тем лучше. Так, здесь возьмем монумент. Здесь в Дебритене, пожалуй, рабочего сделаю, чтобы камень вырубить. Не, не хочет никто пингал убрать, я смотрю. Если шушение за губернаторов-то. Ну, скорее всего, Магнусы все идут по той старой мете. Ну, мне кажется, сейчас лучше пингал убрать. Магнус, конечно... Ну, знаете, вот сейчас на самом деле... Вот сейчас интересно, потому что раньше Магнус вообще без вариантов был. Но сейчас есть два варианта, потому что вы смотрите по территории. Может быть, тут не так много чего вырубать, и Магнус просто бессмы... О, ну тут хрен поселишься, блин. Ну что за печаль? Ну что, вот туда может плыть? Да, наверное, поплыву. Вообще, можно и тут поставить город. Слушайте, а давайте я тут поставлю. Не особо у меня тут Финикия по морю, он прийти не может, беремый на меня напасть. Давайте, может, дружбу попробуем с Финикией заключить. О, Россию где-то встретил. Ну все, калинка пошла. А, это... А, это компьютер, блин. Лентарёк с Канадой что? Красители. Здравствуйте. Да, блин. Так. Олигархию берем. 50% изоляционизм нет. Так, два влияния. Вот это, наверное, поменяем опять на наземных юнитов, а тут производство поставим. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok